доброе утро дорогие друзья у нас сегодня солнце снова и завтра наверное будет последний день такой жаркий воскресенье как я посмотрела 19 градусов всего ну посмотрим вот у меня тут помидорки а это вчера еще юлечка принесла подруга дочке так что говорит говорит салата вам еще надо я говорю тот то я тот еле-еле мыло 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 его и в общем в пакет там в банку с салфетками прилавит проложила она говорит выбросьте я вам другого принесу и вот принесла игры и лишь не сей так с корнями чтобы в воду поставила потому что ну как бы он быстро же портится такой знаю как может горький вот этот ну не знаю не пробовала вот он такой вот кудрявенький бодренький стоит вот ну а здесь у меня рыба прошлый выходной с мужем купили но она была такая легкой заморозки вот они продают хорошо рыбу у них не перемороженная напрямую хорошие вот ну и так как она была замороженная говорю оставлю я ее в морозилке а на неделе посолю в общем сегодня у нас пятница не знаю как то вы будете смотреть это видео как-то может через день может через два ну в общем иногда у меня видео выходит день в день иногда на день позднее ну как то вот так вот получается ну вот такая форелька по 600 с чем-то не помню даже на около 700 рублей кило за килограмм спасали посолю я ее и соленую рыбку будем есть хотел сначала пожарить а потом решила засолить и здесь заваривают чай черный чай у меня по моему там сыро с розами с розовыми лепесточками и добавила я еще мяты юлинка мне чего еще и мяты принесла вот мяты аромат такой стоит у меня на балконе мята сушится а здесь она еще вот укропчика петрушки принесла мне кстати вот нравится вот эта кудрявая петрушка не такая раньше я обыкновенную петрушку вообще есть не могла не любил ее но сейчас как-то нормально я к ней отношусь а в саду мы вот еще с мамой сажали всегда кудрявую вот кудрявой петрушки мне вкус нравится у нас всегда росла кудрявая петрушка мы ее и на зиму конечно так вот всегда я замораживала мне не нравится там сушить она какая-то все равно уже или солить тоже не нравится но вкус какой-то меняется вообще не люблю такую вот не укроп солить хотя пробовала соленый укроп тоже не нравится вот надо это все дело порезать оставлю на завтра наверное сварю чечевичный супчик оставлю свежей зелени остальное все морозилку вот так что-то в горле прям супершит так и мята у меня сушится на балконе также полотенце здесь вынула фарш который ну это сама я делала фарш и сегодня буду жарить котлетки вот здесь у меня богатство сушится мята мята и вот здесь вот только мята но это я покупала на рынке тогда показывала у бабушки ну вот я ее вымола теперь сушится это вот вчера юля принесла здесь и мята ой господи мелисовой как бы не выровнять все на свете мята и мелиса так я в полотенце закрыла пусть постепенно сохнет и вот смотрите какой у меня этот цветок который я показывала вам такой выщелкнулся больше никак не назовешь он стал еще выше я прям переживаю как бы он вообще не погиб но в такой маленькой посуде хотя в общем-то а за кулька что ли он называется цветок я все время название забываю зову я его долларовое дерево как-то так проще доллара не нарастают но цветок так и при вот так и прет и смотрите какой он высокий стал я прям боюсь как бы он не погиб я полила он какой-то светлый прям ну что будет то будет да как то может ему здесь темно кто свету тянется сейчас светло в комнате вот так ну а лекарство от мне наказывала на юля вот и говорит там кто-то ну у дочери какой-то знакомые ездил отдыхать видимо в турцию и уже купили лекарство говорит уже не надо и представляете лекарство там у нас вот она покупала и три с чем-то и четыре даже вот эти вот лекарства тысячи а там она горит в переводе на наши деньги тысяч с небольшим или тысяч или тысяч небольшим представляете какие цены во сколько раз конечно сейчас вот нам там выгодно покупать там лира у них села для них то конечно это дорого наверное вот а так как лира упала ну по отношению к рублю и вот сейчас вот на рубли там покупать выгодно да тоже надо будет какие-то лекарства написать что-то привести себе обязательно не знаю как потому ты не хочу я эту карту тиньков делать говорят что вот карту тиньков там везде принимают ну карту тиньков мир а вот сбера не везде в аптеке не знаю принимают они при или не принимают ну конечно можно там снять с карты деньги так в лирах ну конечно удобнее просто расплачиваться карты это естественно потому что я переживаю на банкомат до чужая страна если он сожрет эту карту как-то у меня мысли такие нехорошие посещают вот бывает же такое хотя тут у меня такого не было ни разу но бывает такое я какое-то видео смотрела что вода подошли к банкомату а карта и карта там осталось не знаю как там связываться с банком ну так вот остаться без денег карта съедена а сбера там нет то где ж как 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 в таком случае быть то и что хочу сказать да мне надо карту менять еще сберовской она мне до октября месяца так что надо наверное с как там ее быстро это замена происходит или нет ну наверное должны сразу сделать ну или сколько-то дней нужно сходить узнать да сегодня пойду в магазин зайду поинтересуюсь ну вот так так дошло у меня дело до рыбы вот так вот я ее разрезала вынимала сейчас все кости даже палец себе обрезала смотрю какие-то капли крови я даже не заметила сначала в общем производственная травма вот так в общем здесь я срезала все тут эти вот хребет брюшко и но из этого сварю потом супчик вот ну а это не знаю достала достала вот такой вот ну для холодца ну даже тут бумагу кровью испачкал ужас и посмотрел я в интернете я уже делала раньше что забыла две ложки соли одна ложка сахара и я по моему делала в целлофане закрывала там написано вот этой пергаментной бумаги бумаги для выпечки ее просто конвертиком и закрыть вот но в каком-то в какой-нибудь положите емкость и в холодильник убрать двое суток но я думаю через одни сутки даже она будет готова я добавила еще фаберликов скую соль в общем поменьше положила соли и вот такой вот для рыбы специи тут приправки ну я немножко совсем положила прям так для вкуса можно было с укропом сделать в общем много разных рецептов и с водкой с коньяком и с укропом и еще там с чем-то но я буду делать обыкновенный рецепт вот здесь вот я смешала соль сейчас натру это все дело с солью нужно на бумагу соли и положу друг на друга вот эти вот два кусочка так ну вот посолила я рыбку положила два кусочка друг на друга и сейчас нужно сделать конвертик не знаю правильно я делаю или нет ну так написано в интернете хотя я прошлый раз точно помню что ее целлофан в пленку в пищевую пленку закрывала она же еще сок там дает но не знаю бумага надеюсь это не размокнет попробуем дорогие друзья решила приготовить соус соус такой чесночно сливочный с пармезаном буду делать котлеты расставил у меня фарш и хочу творить макарошки и вот хочу какой-то соус сделать с макаронами в общем порезала чеснок вот здесь вот по рецепту нужно 5 долек чеснока на 400 миллилитров сливок в общем у меня будет такой я 4 дольки но они такие крупные вот нужно обжарить немного нас на масле вилкой раздавить чтобы мягкий был чеснок вот конечно сходила в магазин и мне нужно было купить сливки и сыр пармезан вот для данного рецепта сливки только десяти процентные мало того даже не городецкий я уже в пятерки купила думал да может есть хотя бы 30 или 20 уже процентов нет только десятипроцентной вот а в молочном не взяла и вот сыр пармезан нужен я не буду на 400 грамм делать сделаю поменьше ну немного уменьшу порцию потому что столько много наверное не надо да не известно как у меня эти сливки себя поведут загустеет ли этот у меня соус потому что потому вот такие вот сливки не жирные ну попробуем и вот сейчас немножко чеснок обжариться такой аромат уже пошел очень даже люблю когда запах чеснока такой вкусно пахнет теперь нужно в сотейнике растопить на тихом огне 120 грамм масла там написано но я беру меньше потому что я делаю меньший объем ну так вот все уменьшаю и вот чеснок подавить нужно вилкой вот когда масло растает добавить немного муки ну там написано полторы столовые ложки ну я добавлю ну столовую ложку так я добавила столовую ложку муки и написано что нужно обжарить в течение одной-двух минут так вот на тихом огне то нам не очень сильно кипит написано обжарить муку в течение одной-двух минут делаем все по рецепту почти я ввела сливки и все вот так вот перемешивать огонь прибавила добавила туда этот чеснок обжаренный и вот так вот нужно помешивая доводить до кипения а затем уже снять с огня добавить сыр пармезан и снова поставить на огонь и довести до кипения и так вот помешивая венчиком где-то 2-3 минуты чтобы все этот соус загустел так я добавила соль перец черный и 100 грамм сыра пармезан по рецепту 150 и варим доводим до кипения варим в течение 2-3 минут как я уже говорила до загустения такой вот соус получается ну хотя вот что сливки 10 процентов но все равно получается густой и для украшения зелень конечно зелень можно добавить этот соус написано что можно хавать хранить в холодильнике до 7 дней я все-таки зелень решила добавить сразу чтобы уже его так вот разогревать и он уже был вместе с зеленью вот так такой вот густой получился нормально такая заправочка к макарошкам котлетки жарятся дела пошли в гору короче говоря еще осталось вермишель свалить забыла купить вот эту вот макарончики бантики тихий огонь на обратную сторону пусть тушится но забыла придется просто спагетти сварить делаю салат и вот этот вот салат как салат зеленый листовой который у меня хранился в банке из пакетов я уже все использовала смотрите ни одного испорченного листочка он просто хрустящий свежий так что вот хранить так очень очень удобно и где-то он пять дней пять дней лежит в общем вот внизу салфетка салат который я на полотенце немного подсушил нам все равно немножко влажный у меня был и сверху он закрывала вот двумя салфетками ну и под крышкой замечательный салатик есть такой он был с рождения как говорится то я его не выбросила ну а так вот прям замечательный весь свеженький салатик итак все у меня готово вот такой у меня салатик котлетка под чесночно сырным соусом приятного мне аппетита ну а вам всем дорогие мои до следующих видео и всего хорошего ну что дорогие мои пришло время пробовать блюдо которые я приготовила соус я делала в первый раз я вообще соуса как там никогда не делаю не знаю просто обжариваем вермишель или просто кладем масло когда она отварилась из салатиком или так вот чем-нибудь или с помидорками ну а вот теперь сделала соус пробуем знаете очень вкусно даже даже грибной какой-то вкус пробуем котлетку но котлетка должна быть вкусная да конечно макарошки макарошки с соусом конечно вкуснее конечно продают соусы до готовые но как-то я тоже к ним отношусь но майонез все вот такой вот а здесь уже знаешь что из чего ты сделала да и очень вкусно спасибо кто досмотрел это видео до конца готовьте дома вкусно с удовольствием и всего вам хорошего и пока пока до новых видео